Можете рассчитывать на то, что товарищ Сталин сумеет выполнить свой долг перед народом, перед рабочим классом, перед крестьянством, перед интеллигенцией. 5 марта 1953 года обычный весенний день оказался для граждан советского народа очень холодным и трагическим. И дело здесь вовсе не в погоде. В 21.50 скончался Иосиф Виссарионович Сталин, вождь и учитель, царь и бог, партийный и государственный лидер, генералиссимус Советского Союза, отец народов и хозяин. Последние годы его жизни были омрачены старостью, болезнями и усилением подозрительности. Сталин, прошедший множество ссылок и тюрем, переживший две революции, гражданскую войну, политическую молотильню 20-30-х годов и Великую Отечественную. Человек, который провел немало политических чисток и репрессий к своим 73 годам, был сильно постаревшим и больным человеком. Известно, что после войны он пережил несколько инсультов. Все это давало о себе знать. После 45-го года вождь стал реже появляться в Кремле, а центром его власти стала ближняя дача в Кунцево. После 49-го года отец народов почти не выступал перед публикой, из-за чего практически не сохранилось его снимков той поры. Последним его появлением перед обществом стало выступление на 19-м съезде партии в октябре 52-го года. Тогда его речь продлилась всего несколько минут. Однако нельзя сказать, что Сталин в это время не управлял страной отнюдь. Все дела, как и раньше, были сосредоточены на нем. Только все чаще они решались на ближней даче. А его подозрительность только усилили борьбу с врагами под конец его правления. Было развернуто несколько крупных дел, одно из которых дело врачей, начатое в 52-м году, когда были арестованы все кремлевские медики, лечившие в том числе самого Сталина. В эти же годы круг общения и управления страной тоже изменился. Это можно было заметить потому, кого вождь в последние годы стал приглашать на свои ночные обеды на ближнюю дачу, что тогда было важным знаком. Не было теперь среди гостей ни одного из старых товарищей – Молотова, Кагановича, Ворошилова, Микояна. Их места заняла новая четверка – Берия, Хрущев, Маленков, Булганин. Они-то и стали последними гостями последнего застолья в жизни Сталина, состоявшегося в ночь с 28 февраля на 1 марта 1953 года. В субботу 28 февраля Сталин пригласил в Кремль, куда прибыл сам, четверку для киносеанса. Он, как обычно, затянулся до ночи, поэтому вождь предложил своим соратникам поехать на дачу к застолью. На даче их уже ждал обычный ужин с грузинскими блюдами и винами. Охрана, как всегда, накрыла на стол и ушла, потому что присутствовать на таких ужинах, где обсуждались порой самые секретные вопросы, не полагалось. Прикрепленных вызывали лишь раз, чтобы сменить посуду и подать еще по бутылке вина. На ужине, как всегда, обсуждались политические вопросы. Раньше на подобных застольях соратники танцевали, подкладывали друг к другу помидоры на стулья, сыпали соль в вино, пели матерные частушки или революционные песни, рассказывали сальные анекдоты. В этот раз, наверное, ужин был умеренным и окончился в пятом часу утра. Сталин был в хорошем расположении духа и, как всегда, проводил гостей до дверей, после чего ушел спать в малую столовую. В обычное для вождя время, 11 часов утра, охрана стала дожидаться сигнала от хозяина, потому что самостоятельно входить в комнаты строго запрещалось. Однако, вплоть до вечера никаких сигналов не было. Только в половину 11 вечера, когда пришла почта из Кремля, охранник Лазгачев понес ее Сталину и увидел хозяина, лежащего на полу, без сознания. Испуганные работники и охранники понесли вождя в большую столовую и сразу же позвонили соратникам хозяина. Однако, никто из них не засуетился. Только в 3 часа ночи на дачу прибыли Берия и Маленков, который снял скрипевшие по полу ботинки и босой подошел к Сталину. Они посмотрели на лежавшего вождя, отругали охрану за то, что они зря побеспокоили их, потому что товарищ Сталин спокойно спит и уехали. И только утром, около 8 часов утра, на дачу приехал Хрущев, врачи, дочь Светлана и сын Василий, который был пьян. Здесь-то ирония истории сыграла по полной. Отправивший в застенки своих врачей, Сталин в самые тяжелые минуты для своего здоровья оказался без нормальной врачебной помощи. Потому что приехавших врачей обуял настоящий страх. Они не могли расстегнуть ему рубашку, у них тряслись руки, а один из врачей уронил зубной протез Сталина. Лечили академики хозяина какими-то препаратами искусственного дыхания, пиявками и другими лекарствами. Сталин умирал из-за страха, который был создан им самим для его окружающих. Агония началась вечером 5 марта. Как вспоминала Светлана, она была страшной, она душила его у всех на глазах. В какой-то момент, очевидно в последнюю минуту, он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный и полный ужаса перед смертью и перед незнакомыми лицами врачей, склонившихся над ним. В 21.50 по Москве Сталин умер.